Здравствуйте! Это программа «Высокая нота». Чего ждать от сферы культуры в 2013 году? Каким выдался 2012 год? И стоит ли культработнику паниковать по поводу спада зрительской активности? Обо всем этом мы поговорили с начальником управления культуры Полевского городского округа Максимом Незлобиным. Три дня назад ваше управление приехало из Министерства культуры, где традиционно проходил отчет о деятельности наших учреждений культуры. Какое впечатление, какую бы оценку вы лично поставили работе сферы культуры за прошлый год? Год был сложный, но очень плодотворный. И вот те начинания, которые мы с вами все начинали, когда работали друг на против друга, и все вот эти фестивали, деревни Сердца России, и Слово Полевской земли, и различные молодежные фестивали, мы их все сохранили, даже где-то увеличили. Это наше традиционное гуляние, на Троицу, совместные проекты и с храмами. И очень много было достижений. Очень хорошо мы поработали с грантовыми конкурсами, с Синарой по молодежи, и восстановление памятника военным интернационалистам. Тут нас очень плотно поддерживают. Молодежный социально-психологический центр «Феникс» будет делать грантовый проект, вот журналисты будут социальные ролики снимать, приобретено оборудование в художественной школе для детишек, для малышей, которые еще не ходят в детский садик по каким-то причинам. В дневное время сейчас занимаются на маленьких партах, то есть в библиотеках созданы сайты, целый портал даже, я бы сказал. Был принят программам развития культуры в городе, и очень значимо, что финансирование по этой программе переходит плавно на 2013 год. Тот же самый второй этап «Славопольской земле», который Инна Викторовна, вы придумали, так сказать, и дали, дали. Спасибо, совместно. Нет, идея была огромная ваша, огромная была работа в воплощении в это. Очень сложно нам это было объяснить в то время, в сложное время, для чего это нужно. Ну вот, тем не менее, он стал очень популярным. Сейчас у нас 295 лет, юбилей, мы делаем уже, плавно переходит на второй этап. Уже более 300 заявок по разным номинациям. Пользуясь возможностью телевидения, хотелось бы пригласить еще тех, кто не слышал, узнайте об этом проекте. Сейчас не будем терять время, да, или к Инне Викторовне, или к нам. В любое время, пожалуйста, обращайтесь, мы вам расскажем и скажем, где можно в каких номинациях поучаствовать. Я хотел бы еще сказать огромное слово благодарности тем людям, которые вместе с вами работают. Ну и даже всем тем, кто не получает зарплату за деятельность в сфере культуры, а вот наши мастера, наши творческие люди, наши таланты, которые в свободное время, даже порой бывает его сложно найти, помогают нам в организации различных мероприятий и радуют нас своим творчеством, своими работами. В библиотеке у нас, несмотря на такое отсутствие финансирования, все равно даже выпустили библиотекический указатель почетных граждан города Полевского и получили еще хороший грант для работы с незрячими, то есть приобретено там и компьютеры. То есть мы сейчас открываем, вообще на базе библиотек созданы открытые центры доступа для населения, то есть любой человек может прийти и в любое удобное для него время зайти в интернет, воспользоваться техникой, доступом в интернет, причем очень хорошая скорость. Будет это студент или кому-то нужно зайти, вот сейчас вот эти сайты, которые где-то там свой налог может заплатить, распечатать налогную декларацию, без проблем, пожалуйста, мы ждем. Мы работаем в очень удобное время, в вечернее время продолжаем работать, поэтому вот такой проект тоже был. Но хотелось бы еще сказать о том, что вот наш замечательный кинотеатр, да, ну внешне он еще не дошел до того уровня, как в Екатеринбурге, да, чтобы красиво и сверкал, но внутри мы уже переоснастили, и мы сейчас имеем самое современное оборудование, это благодаря взаимодействию главы и думы было принято такое решение, были выделены колоссальные средства на то, чтобы наши детишки могли, и, ну, все следственное население, возможностью цифрового кинопоказа, где есть еще возможность показа 3D, то есть в формате 3D выходит, мы можем демонстрировать. Максим Васильевич, вот я затрону сейчас больную для себя тему, я не знаю, я думаю, мы все сегодня ее чувствуем, по поводу активности жителей нашего города. На Ваш взгляд, вот как можно пробудить активность все более искушенной публики? Какой-то спад идет общий, Вы не чувствуете? Ну, спад... Я имею в виду активность и посещаемость, наверное, мероприятий, отзывчивость человеческой. Возможно, люди по своей натуре стали ленивыми. К сожалению, нам даже лень взять книгу, почитать, потому что сейчас уже идет и аудиокниги, да, и... ну, то есть люди даже... А что же нам делать-то в этой ситуации? Перестраиваться. Если они не хотят идти к нам, мы будем тихонечко приходить к ним, стучаться, да, с посредством того же самого интернета. А то, что касается неактивности жителей, ну, как говорится, ну, не хотите, ну и сидите дома. Ну, а чего же мы будем? Ну, на сильном мил не будешь. Наши мероприятия замечательны. Многие просто не знают о том, что у нас все здорово, да. Вот когда приезжают у нас москвичи, там, из Екатеринбурга, у вас же полные залы интернета. Очень сложно билет достать. Но, бывая на каких-то спектаклях, я не хочу сказать, что мы не хуже. И мы-то бесплатно. Да, да. Приходите, понимаете, может быть, у них есть какая-то инициатива. Приходите, мы поддержим. То есть, мы любой проект готовы воплощать. Вот даже те, что касается парков. Для города Полевского еще очень проблематичным является близость города Екатеринбурга. К сожалению, все наши люди, большинство из них, да, и молодежь, в том числе, они уезжают в Екатеринбург, работают там и приезжают очень поздно домой, да. Ну, в этом тоже сложность, конечно, да. Ну, не знаю. Я думаю, что мы перестроимся с вами вместе. Может быть, поменяем время. Как-то в приватной беседе вы мне сказали, главное, чтобы все, что мы делаем, нам нравилось. Да, почему нет? На самом деле это очень важно. Максим Васильевич, что бы вы хотели сказать своим коллегам? Своим коллегам в сфере культуры я хотел бы сказать, терпите меня, милая. Ну, огромное, конечно же, слова благодарности за ту работу, которую вы делаете. Ну, и я, как могу, стараюсь вам помочь. Мы порой, может быть, не всегда правильно, но тенденция времени. Мне не успеваю просто, извините. Идея проведения вечеров авторской и бардовской песни в детской музыкальной школе номер один стала традиционной. Меняются времена. На смену выпускникам приходят малыши. Однако интерес к гитаре и авторскому искусству по-прежнему не ослабевает. Гитара, песня у костра. Для многих зрителей, заглянувших на огонек в детскую музыкальную школу номер один, бардовская песня таит в себе именно такие символы. Преподаватели школы организовали этот праздник музыки и гитары вопреки сложившимся традициям в концертном зале, дав возможность попробовать свои силы и совсем еще юным исполнителям, а также молодым ребятам и маститым участникам клуба авторской песни ДК СТЗ «Малахитовая гостиная». Мы приглашаем всегда гостей нашей ансамбли. Здесь у нас участвует коллектив детской музыкальной школы «Школьные друзья», а также коллективы из Дворца культуры Северского трубного завода. «Малахитовая гостиная», которая является нашими друзьями и которые каждый год приходят к нам в школу. Сейчас для меня авторская песня, это, наверное, больше уже чем хобби, чем увлечение. Для меня уже авторская песня стала частью моей жизни. Название программы «Вечер в кругу друзей» символично. Бардовская песня действительно поется в кругу друзей, несет в себе простые человеческие ценности – добро, дружбу, позитивное восприятие жизни. Автор программы Наталья Казанцева влюблена в авторскую песню с детства. Сегодня она успешный педагог, активный участник клуба авторской песни «Малахитовая гостиная», а класс гитары, который она ведет сегодня, едва вмещает всех желающих обучиться игре на ней. Что ж, гитара всегда права. Мы продолжаем рассказывать об участниках городского фестиваля авторского творчества «Слово о полевской земле». Сегодня мы поговорим с дизайнером Северского трубного завода, автором логотипа фестиваля Виктором Сашниковым. Сегодня, я насколько понимаю, плод ваших трудов составляет, ну, я не побоюсь этого слова, культурное наследие, работа над ним, это эскизы памятных знаков. Скажите, какие работы уже получили развитие? Ну, в этом году я разработал три, будем говорить, проекта. Первый проект – это с шахтером Зюдельского и гумерческих рудников. Этот проект воплотили в реальность, и в данный момент памятник стоит. Ну, большая заслуга тут Кулбаева, который пробивал эту работу Анатолия Николаевича. И вторая работа, это не менее интересная, эта работа была по памятнику или по памятному знаку, репрессированным не только в годы Великой Отечественной войны, но и с революционного периода. Это вторая работа была, эту работу уже как бы приняли. В дальнейшем будет установлен памятник или памятный знак в парке. И последним предложением было это и заготовить памятный знак чернобыльцам или людям, которые пострадали в результате разных ядерных испытаний. Ну, в данный момент вот такая работа была проведена. Виктор Иванович, работа над каждым эскизом – это какой-то, я считаю, интимный процесс, только вам ведомый. И тем не менее, приоткройте завесу, откуда вы черпаете материалы для этих знаков? Ну, материалы, ну это из жизни, в принципе, это история нашей Родины. Это в первую очередь история, как бы вот отсюда истоки идут. Я знаю, что вы в этом году принимаете активное участие в городском фестивале «Слово о Полевской земле». Мы вас знаем, как автора логотипа этого фестиваля, разработанного пять лет назад. Будут ли в этом году ваши работы на этом конкурсе? Ну, на этом конкурсе я представил две работы. Одна работа написана в девятом году, ну и вторая работа в одиннадцатом году. Вот в данный момент, как бы, работают там, есть дома работа над портретом. Вот так можно было сказать. На ваш взгляд, в чем ценность этого фестиваля? Ну, фестиваль пробуждает таланты, таланты, или в которых талантов немерено в Полевском округе. Это подрастают новые поколения, это старые люди, которые занимались раньше искусством. И тот фестиваль показал, что у нас очень много талантливых людей в разных направлениях. И край богат, талантливый. Что вы бы пожелали сегодня именно нашим мастерам, которые творят, ваяют и видят большой смысл в том, чтобы оставить о себе, пусть, небольшой след? Ну, наверное, всех объединяет одно – это желание творить, желание быть на виду, чтобы люди видели, знали, что есть такой человек, что есть такие люди. Вот это, наверное, главное. ДК СТЗ теперь и в интернете. У нас открылась страница в социальных сетях, на главных сайтах, в которых общаются многие-многие-многие жители нашей страны. И теперь онлайн. В режиме онлайн вы можете задать свои вопросы, узнать информацию о том, что происходит в ДК СТЗ и каковы итоги того или иного проекта. Разработчики страницы – молодые перспективные сотрудники ДК Ольга Овсяникова и Сергей Тарин. Новая форма работы по привлечению зрителя пришлась по вкусу пользователям. За первые три дня страницу посетили более 500 пользователей, стали участниками 127 человек. Не выходя из дома, можно оставить мнение о программах, посмотреть фотографии, принять участие в форуме и выбрать, что посетить. Ни для кого не секрет, что все больше и больше людей пользуются интернетом, и в том числе социальными сетями, это как ВКонтакте и Одноклассники. Широкий спектр людей и разная возрастная категория. Мы хотим стать ближе, то есть у нас теперь появилась официальная группа ВКонтакте и открытая группа в социальной сети Одноклассники, где любой желающий может зайти, посмотреть анонсы предстоящих мероприятий, посмотреть отчеты и фотоотчеты о прошедших мероприятиях, также задать волнующие и интересующие вопросы и, может быть, поделиться своими впечатлениями или направить в какое-то определенное русло нашу работу. Мы всему рады и ждем наших потенциальных зрителей. В заключении нашей программы коротко расскажем в афише о том, что стоит посмотреть и куда сходить. 11 февраля в городской библиотеке номер 9 пройдет вечер поэзии стихи ребят из Полевского и выставка ко дню Святого Валентина «Ах, любовь, любовь», начало в 11 часов. 15 февраля в 13.00 в детской музыкальной школе открытие выставки живописи, графики и фото в рамках второго городского фестиваля конкурса «Слово о Полевской земле», посвященного 295-летию Полевского. Также 15 февраля в 16.00 в культурно-экспозиционном комплексе Бажовский открытие выставки декоративно-прикладного творчества в рамках второго городского фестиваля конкурса «Слово о Полевской земле», посвященного 295-летию Полевского. 16 февраля в 13.00 в школе номер 8 спектакль для школьников «Снежная королева» образцового коллектива театральной студии «Калиостро». Субтитры создавал DimaTorzok